Кто-то в ящичках будет, что-то в баночках. Каждый ящик и каждая баночка, как, впрочем, и любая деталь этого аттракциона, станут настоящим объемным комиксом. Днем посетители прочтут об этнической культуре кубанского казачества. На Хоторок уже заселились 14 жителей. Вместе с людьми здесь будут обитать животные и птицы. Все фигурки выполнены в мультяшном стиле. Один из авторов, художник Иван Воробьев, сам казак, и, создавая инсталляцию, прежде всего, по его словам, думал о том, как передать историю казачества подрастающему поколению. Ребенка сложно, скажем, затащить, то есть, как бы, объяснить это в музее. А когда это именно в виде аттракциона, в виде развлечения, то есть, это хорошо, глубоко западывается в сознание. Это момент воспитания такой, даже, ну, я не повысил этого слова, даже, наверное, патриотический момент воспитания. И момент воспитания, и настоящий семейный смотровой аттракцион, который будет сопровождаться музыкой, а, возможно, даже сказками и рассказами. Такого в Сочи еще не было. Посмотреть действительно будет на что. В каждой части аттракциона развернется отдельная история. Будет работать кузнец. Без них не могли обойтись ни в одной казачьей станице. А здесь будет воспитывать детей старый казак. В 2011 году был принят закон о государственной поддержке народных промыслов. И мы, как бы сказать, руководствуясь этим законом, как бы решили поработать в этом направлении. Мы хотим показать, как бы, казачество немножко с другой стороны. То есть не только казачество в форме, но еще и как они жили, в какой среде они находились. Аттракцион «Хуторок» еще не успел заработать, а посетители ривьеры уже проявляют к нему немалый интерес. Пытаются рассмотреть площадку через забор. Да мы уже на нее давно смотрим. И вот думали, что же здесь появится у нас. И как здорово, когда увидели животных, мы сразу поняли, что это кубанское подворье. С удовольствием будем ждать этого открытия. Кстати, ждать осталось совсем недолго. Новый аттракцион представят сочинцам и гостям Олимпийской столицы уже 21 июля, в день рождения парка Ривьера. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.